Добрый день! С вами художник Екатерина Горикова. Сегодня рисуем фэшн-иллюстрацию художника Эстер Байер. Это женский образ, который я нарисую, используя акварельные краски и гелевую ручку. Итак, этап номер один. С чего мы начинаем? Вы видите, что я прикрепила листик акварельной бумаги с помощью скотча на доску. Это надо для того, чтобы бумага у меня не ехала и удерживалась на доске, так как работаю я акварельной краской, размешивается она водой, вода впитывается в бумагу и бумагу может повезти. Чтобы этого не случилось, я приклеиваю листик. Для начала надо сделать подробный эскиз. Это на самом деле очень-очень важно. Многие люди, которые только начинают учиться рисовать, часто игнорируют подробный эскиз и делают его на глазок, кое-как. И в дальнейшем то, что получается, в итоге не то, что хотелось бы. Как же этого избежать и как получить максимально красивый, точный рисунок? Есть несколько способов. Я вам покажу один из них, который самый-самый простой, легкий, быстрый и он работает буквально для всех. Неважно, какой у вас опыт рисования, один день, либо пять лет. Итак, что он из себя представляет? Вы распечатываете картинку на обычной бумаге принтерной. И обратную сторону картинки пачкаете, заштриховываете карандашом. Карандаш должен быть максимальной мягкости. Это может быть 6, 7, 8 В. Так что находится весь лист. Далее он переворачивается, прикладывается к листу акварельной бумаги, фиксируется биндером. Это также может быть просто бельевая прищепка, если у вас не оказалось биндера. И с помощью палочки, это может быть деревянная шпажка, может быть зубочистка, либо не пишущая шариковая ручка. Вы обводите все контуры на картинке. Тем самым получаете отпечаток этих контуров на листе бумаги, на акварельной бумаге. Итак, за эскиз уже можно не беспокоиться. У нас есть все линии на месте. Так что девушка будет похожа на девушку, без вариантов. Далее переходим к работе гелевой ручкой. Я просто беру контуры, которые вырисовала карандашом и закрываю их ручкой. Здесь надо не все контуры закрыть. Понятно, основные, те, которые отделяют лицо. Здесь очень важно стараться делать ровные линии, цельные. Здесь вы можете их прерывать, но не часто. То есть старайтесь их по минимуму прерывать. Так что вы можете сделать ровные линии, цельные линии. Обязательно уточняем глаза, контуры глаз. Те акварельные пятна, которые будут показывать тени, их обводить не надо. То есть обводим только-только основные контуры. Плечо. Лопатка. Контур спины. Переодевая волос. Этот рисунок не является некой живописной картиной. Больше похоже на скетч. Волосы легкими, плавными движениями. Ничего страшного не произойдет, если в какие-то пряди вы не попадете, а сделаете свой вариант. Но стараться попасть в карандашную линию надо. Благодарю. 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 показываю все изгибы волос волосы всегда как и траву и ветки деревьев легче рисовать также как они растут от корня к кончику вот эскиз готов и линии выполненные гелевой ручкой тоже я закончила делать следующий этап это работа акварельными красками я буду рисовать используя 24 цвета набор ладога это питерская акварель мне очень нравится ей работать насыщенные яркие цвета и оттенки также нам понадобится палитра также понадобится стакан с водой кисти трех размеров широкая средняя и тонкая я в своей работе всегда использую бумажное полотенце это очень удобно так как работаем с водой и терапевтически надо снимать лишнюю влагу с кисточки поэтому машное полотенце здесь выручает итак с чего же мы начнем я советую сейчас стереть карандашные линии чтобы они нам не мешали не просвечивали буду делать я этой мягкой резинкой мягкая резинка очень деликатно относится к бумаге не растирает и и он не портит так как мы бумагу в дальнейшем будем мочить то это очень важно картошки от резинки удобно смахивать широкой кисточкой это просто строительная кисть которая покупалась строительном магазине важно чтобы я волоски были мягкими чтобы не царапали бумагу я еще раз пройдусь по контурам которые не остались не видны так как краска акварельная прозрачная то карандашные линии будут все видны поэтому желательно их убрать чтобы они не просвечивались приступаем к работе красками наша картинка довольно однообразная по цветам здесь нет большого количества цвета оттенков давайте сами выделим три основные здесь я здесь вижу бирюзу вижу синий и желтый начнем лужицы воды палитре широкой кистью я наношу воду делают лужицу и так как больше всего здесь бирюзы я сейчас сделаю бирюзовый цвет моей палитре есть готовый цвет вот он здесь находится здесь он более зеленоватый чтобы его сделать более зеленоватым я просто добавлю светлой зелени получится такой цвет морской волны и так как он у меня здесь очень плавно и красиво растекается с синим и желтым то я заранее сделаю эти оттенки желтый теплый кадмий в другой стороне палитре я его накладываю и развожу водой сделаю лужицу желтой краской желтого у меня здесь немножко поэтому большую лужицу делать не обязательно и синий я приготовлю лужицу синий я сделаю смешав два оттенка ультрамарин и светлый синий или кобальт вот у меня мы получились три основные цвета с которыми я буду работать которыми я буду покрывать мою красивую девушку чтобы эти краски растекались плавно и нежно мне нужно намочить поверхность в тех местах где у меня будет расплываться краска так делаю это широкой кистью мочу ее в воде и быстрыми мазочками быстрыми движениями я накладываю в тех местах где есть волосы сразу все мочить не надо это бесполезно пока вы будете работать с одной частью мокрого листа вторая часть высохнет и придется ее мочить заново поэтому сразу все мочить не будем обращаю ваше внимание что я очень аккуратно ввожу кисточкой чтобы вода не поплывал на лицо так вот я намочила кусочек беру красивую бирюзу и такими легкими движениями я ее накладываю я ее ни в коем случае не втираю просто плавными движениями накладываю на бумагу потом я мочу кисть и добавляю синий цвет и вода волшебным образом дает краски растечься очень красиво естественно ни одной кисточкой не сделаешь таких красивых плавных переходов там где появляется желтый я добавляю желтый он будет сам расплываться перетекать в синий и зеленый создавать свои оттенки желтого и зеленого я добавляю желтой краски в мою лужицу чтобы создать более насыщенный оттенок желтого я сейчас перейду на другую кисть так как эта кисть широкая и дает очень много влаги уже получились лужи я перейду на кисть потоньше и по тому же принципу то есть добавляю краски в мои лужи количество луж я не меняю у меня их столько же их три бирюза синий и желтый добавляю бирюзы зеленого и желтого очень важно после каждого цвета хорошенько отмывать кисточку иначе желтый у вас не будет желтым а будет зеленым чтобы это не произошло кисточку надо мыть вот следующие слои уже не должны быть такими мокрыми потому что воды здесь и так много воды много а цвета мало сейчас я тонкой кисточкой ставлю просто такие клексы которые добавят цвета это важно сделать в тот период пока здесь лужи пока тут мокро чтобы краска сама растекалась здесь я просто еле-еле даю намек ей куда я хочу чтобы она текла и все я как бы не рисую добавляя больше зеленого тех местам его вижу если вдруг у вас получилось слишком большая лужа ее можно убрать с помощью той же салфетки просто сухую салфетку положить на лужу она впитается и горячей воды станет меньше и краски тоже и пока она влажная можно добавить яркости добавить цвета и дать возможность краскам самим растекаться расплываться создавать переходы и переливы я добавлю воды нижнюю частью моего рисунка вода у меня окрасилась зеленый цвет поэтому я уже сразу рисую зеленые волосы с лицом очень аккуратно и бережно обращаемся чтобы краска не поплыла не задело лицо снимаю лишнюю влагу и перехожу к работе краской все то же самое здесь я мазки накладываю с учетом движения волос как будто я поглаживаю волосы процессе такого смешения красок может какой-то цвет потеряться и просто не выявляться настолько насколько хотелось бы например синий нам не смешался с зеленым получился просто некий оттенок более холодного зеленого чтобы все-таки сделать его синим я еще добавлю красок можно сделать лужицу на палитре где краски будет больше чем воды таким образом вы создадите оттенок более яркий более насыщенный я сделала синий цвет и такими плавными движениями наношу его давая возможность краски самостоятельно расплываться добавляю мазков зеленого цвета и немножко желтого помню что прежде чем окунуть кистью желтый цвет надо помыть кисточку хорошенько когда желтый будет более яркий и насыщенный чтобы проявить потерявшиеся желтые пятна поступим точно так же как и синим лужицу на палитре добавим больше краски получается очень яркий насыщенный желтый и такими же движениями накладываем можно сделать его поярче добавив такой оранжевый оранжевый добавляю в мою желтую лужицу станет ближе к апельсину цвет и и вот уже такими тычущими движениями я разнесу желтый немножко точечно этой части желтый здесь красиво его разношу возле лица добавляю вкрапление синего если пятна сами по себе небольшие то можно использовать довольно тонкую кисть так как контролировать воду когда нет опыта довольно сложно чтобы избежать больших луж можно брать кисть потоньше и кисть потоньше вот так как одна позиция значит вот так вот как у так чередуя все три цвета я аккуратно перехожу к теням важная кисточкой очень бережно я разношу краску дальше тени на нашу наши береза у меня в этом месте где на бретельке синий цвет я тоже стараюсь в этом месте сделать синие пятнышко за счет того что поверхность и влажная краски сами растекаются добавлю желтый таким образом им не осталось поработать лицо глаза и губы здесь очень мало желтого в основном оттенки зеленого и синего смешивая те же цвета ультрамарин синий светлый и мои любимые зеленые так начну я с губ здесь детали мелкие поэтому можно взять кисточку потоньше я возьму это мне кончик кисточки позволит проработать все углы и мелкие детали так я просто покрываю синим цветом все что все контуры которые относятся губам здесь важны два момента первый это достаточно воды чтобы разносилась краска и второй воды не не должно быть много чтобы не было лужи если воды все таки получилось много лишнюю воду убираем на бумагу на салфетку опять можно пройтись сухой кисточкой несколько раз два пятнышку и снять лишнюю влагу помимо губ здесь еще тени под губой тоже имеет синий цвет тень под носом падающая также окрашена в синий глаза глазах уже больше зеленого и аккуратно закрашиваю тени место под бровью над ней и второй глаз я смешиваю зеленый синим делаю такой цвет морской волны и окрашиваю тень падающую вторым глазом под бровью там оставлю место для черного губа высохла я могу добавить темных пятен есть немножко их на верхней губе и довольно крупные темные пятно на нижней губе я его здесь и добавляю и делаю теперь я оставляю сохнуть и потом перейду к работе черной краской пока сохнут глаза и губы можно еще раз пройтись по тем местам которые были сделаны ранее и добавить ярких пятен например у меня недостаточно на мой взгляд синий в этой стороне я его намочу небольшой кусочек и добавлю синих пятен после высыхания краска акварельная как правило становится светлее и чтобы достичь насыщенных тонов надо обязательно добавлять слои я добавлю желтого я добавлю желтого кончики все я добавлю Смотрите продолжение в следующей серии. Перейду к тонкой кисти и проработаю черным глаза и губы. Для этого я беру черный цвет и делаю маленькую лужицу, используя воду и черную краску на своей палитре. Много воды здесь не надо, так как черный цвет нам нужен максимальной яркости. Но в то же время он легко и свободно должен ложиться. Эффекта сухой кисти нам здесь не надо. Черный я разношу на брови. И ресницы. Один глаз. Следующий. Смотрите продолжение в следующей серии. можно прорисовать и ноздрю одним движением и губы уголки губ они обычно темнее можно немножко утолщить линию я кое-где пройдусь тонкой кистью я не буду все линии толщать что более выразительно некоторых местах я иллюстрацию считаю завершенной всем желаю удачи творческих вдохновений присылайте свои работы всего доброго с вами была художник екатерина голикова